Мы решили встретить Рождество за городом, чтобы не елка была в нашем доме, а мы были в Еловом лесу. И так как мы живем в Петербурге, то мы нашли классное место в Ленинградской области под названием Точка на карте. Это небольшая сеть отелей, которая находится прямо в лесу на берегу Владожского озера. Место кайфовое и главное минималистичное. Поэтому сегодня я расскажу вам про дом минималиста. Дом одноэтажный, всего 34 квадратных метра на 3 метра меньше, чем моя квартира. Но так как это студия с очень грамотным минималистичным интерьером, то ощущается даже просторнее. По форме дом похож на два соединенных между собой ISO-контейнера с отдельным входом, панорамными окнами и террасой, где, наверное, летом приятно завтракать. Внутри маленькая кухня и шкаф для одежды, обуви и белья. Все без ручек и открывается по нажатию. Есть холодильник, чайник и плита на две комфорки. Стол с тремя посадочными местами и стильной лампой для уютного ужина. Стулья очень удобные и расслабляющие. Хоть домик рассчитан и на двух гостей, но по факту тут спокойно может разместиться и трое. Большая двухспальная кровать с толстым матрасом и плоскими подушками, на которых комфортно спать и шея не болит. Третьего стройного человека можно уложить на диван. Либо двое взрослых и двое маленьких детей, думаю, смогут разместиться здесь тоже. Телевизор с большой диагональю, который можно смотреть и с дивана, и с кровати, но мы этого не делали. Зеленое кресло для утреннего чтения или кофе. Стильные полки, что-то типа цветка, видимо это камыш. В доме есть вентиляция, которая управляется с этого пульта, но она очень шумная, поэтому мы ее вырубили и проветривали комнату, открывая панорамную дверь окна. Мне это очень понравилось, удобно. В доме вообще нет батарей, и он отапливается благодаря полу с подогревом и возможно чего-то еще скрытого в стенах, чего я не заметил. Свет мягкий, и его можно по-разному комбинировать. Три лампы на всю длину дома и пару спот-ламп в коридоре, упомянутый ранее светильник над столом, еще два маленьких светильника для чтения над кроватью и подсветка кухни. Также по всему дому классные и большие зеркала. Сначала с непривычки замечаешь у них свои отражения, и кажется, что в доме есть кто-то еще. Ванна и туалет комбинированные, но как по мне дизайн очень удачный и внутри просторный и приятный. Минималистичный душ, вытяжка, которая включается автоматически при входе в ванну, и еще одно панорамное окно, которое лучше не забывать закрывать, когда моешься. Ну вот и все. Так как я минималист, то мне дом очень понравился. Если бы это было близко к Питеру, то я бы с радостью жил в таком, а не в квартире. Конечно, если семья больше, чем два человека и с детьми, то нужно что-то покрупнее. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, то помимо таких роликов про минимализм, я снимаю и другие о вещах, которые считаю важными. А также веду подкаст «Сделано с нуля», где общаюсь с разными творческими людьми, кто сделал что-то стоящее в своей жизни с нуля и готов поделиться своим опытом. Подписывайтесь, если вам это интересно, и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok